Продолжаем встречать это утро вместе с программой «Наше утро» в студии Екатерина Назарова и Данила Саламатов. И тема нашего эфира звучит как «Выбор сделан». Но мы говорим сегодня не только о выборах, именно как таковых, но вообще в нашей жизни выбор — это неотъемлемая часть. А вот где еще предстоит сделать выбор? Так это в конкурсе красоты, как ни удивительно, «Рожденное побеждать». Это масштабный, не имеющий аналогов и социальный проект, о котором сегодня расскажут организаторы «Рожденные побеждать» Лариса Лунева и Наталья Герднева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот мы знаем, что проекту уже три года, правильно? И он уже вышел на международный уровень. Но все-таки для зрителей, которые еще не в курсе, что это такое? Расскажите, что за конкурс такой? Конкурс красоты для девушек с неограниченной силой духа и безграничными возможностями. Да, они на инвалидных колясках, но они заставляют зрителей на финальном шоу забыть о том, что это коляски, а не ноги. Так, то есть съезжается несколько участниц, да, я правильно понимаю, в Челябинск. Из каких городов? 12 человек, 12 участниц из разных уголков России. А в этом году к нам присоединились еще и пять стран ближнего зарубежья. Из российских городов это Чита, это наш Челябинск, безусловно, МИАС, это Калининград, другие страны, это у нас Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Украина. Даже девушка из Киева к нам приезжает. А как же проходил тогда конкурсный отбор? Как вы определились, что именно этих участниц вы возьмете? У нас нет как такового отбора. Наверное, мы, включая, естественно, в работу соцсети и сарафанное радио, не постесняемся сказать, мы выбираем девушек, которые вот именно сильные, которые хотят изменить что-либо в своей жизни и готовы преодолевать определенные трудности. Ну, это большое перемещение географическое, поэтому для нас важна вот именно их мотивация. Да, и безусловно, творческая составляющая. Каждая участница присылает свою заявку, в котором она рассказывает о том, какой у нее есть талант, хобби, увлечения. И мы уже смотрим о том, какие они готовы продемонстрировать навыки, умения на финале. Так, ну это получается заочный этап, правильно? Да. А что предстоит участницам непосредственно на самом конкурсе? Финал конкурса состоит из недельной подготовки. В течение недели те девушки, которые к нам приехали, 12 человек из разных городов и стран, совместно готовятся к финальному шоу. Они занимаются со стилистами, визажистами, хореографом, режиссером проекта, репетируют свои индивидуальные творческие номера, общий хореографический номер, дефиле на колясках. И на финальном шоу они уже выдают готовый результат. То есть у них прям полноценная подготовка, полноценная... То есть все как на настоящем конкурсе. Как на настоящем конкурсе. Но уникальность нашего конкурса в том, что в нем нет конкуренции. Каждая участница побеждает в собственной номинации. 12 королев. Каждая? Да. Каждая отмечена именно в том, в чем она сильна. И вот эти 12 участниц сегодня, да, прибывают в Челябинск или они уже прибыли? У нас почти все уже прибыли. Ряд участниц у нас сегодня утром приезжают. Девушка из Калининграда. Последнее вечер. Да, так как это очень далеко. Последнее вечером. Пока добраться. Да, так что вот сегодня будет у нас полный состав к вечеру. А какие-то сюрпризы ждут гостей и участниц в том числе? Может быть, у меня какую-то интересную торжественную встречу организовали тем, кто только что знакомит с нашим городом? Ой, это уже со вчерашнего дня. Вот Наталья у нас как раз участвовала в сововстрече. Да, скажите, пожалуйста. Представители национальных диаспор и тех стран, из которых прибыли наши участницы, подготовили для каждой сюрприз. На своем языке, с караваем, с рушниками встречали. Кто-то с песнями, кто-то с танцами. Но нашим участницам, безусловно, было очень приятно, что соотечественники их встречают. Они будут смотреть на них на финале. Они будут гордиться своими представителями. Ну и каждая едет с гордостью за свою страну, за свой город и хочет заявить о себе и о месте, в котором она родилась. Есть ли какие-то интересные сюрпризы в самом конкурсе? О чем еще не знают участницы? Мы надеемся, что, может быть, они сейчас все пока спят. И смотрят программу. Вы тихонечко нам маленький секрет раскроете. Ну, у нас будут лучшие наши уральские знаменитые профессиональные коллективы. Мы пока не будем раскрывать их всего, но, наверное, один коллектив я назову. Это «Уральский Диксиленд». Это наша гордость. И как раз-таки встречать гостей будет музыка в исполнении «Уральского Диксиленда». Ну, а, собственно говоря, атмосферу создадут и сами участницы в том числе. А как попасть? Где приобрести билеты? И когда будет сам конкурс, сам финал? Финал конкурса проходит 15 сентября, в воскресенье, в отеле «Малахит» «Изумрудный зал». К сожалению, не можем мы позвать, наверное, всех желающих зрителей, потому что у нас закрытое мероприятие, на котором присутствуют партнеры, спонсоры конкурса, группы поддержки. Обязательно большое количество людей с инвалидностью, для которых это служит определенным вдохновением. Посмотреть прямую трансляцию можно. Телеканал ОТВ у нас который год уже три года как генеральный информационный партнер, и поэтому будет трансляция. Как хорошо, что не мы этот текст сказали. Теперь все точно знают уже, когда смотреть. Ну, я думаю, что действительно проект будет интересным, уникальным. Спасибо вам за то, что вы такие проекты организуете. Я думаю, что это действительно огромную пользу приносит. Да, и огромную пользу. Я думаю, что праздником это точно станет в том числе и для всех, и не только для участниц, но и для посетителей. Спасибо большое. Хотим напомнить, что у нас в гостях были организаторы конкурса «Рожденные побеждать» Лариса Лунева и Наталья Герни. Желаем всем конкурсанткам успехов. И представляю, как будет сложно сделать выбор членам жюри, распределить номинации. Каждая королева своей, но их же нужно еще распределить. Кстати, не переживай, они уж явно справятся. Мы прямо сейчас подскажем вам решение в квартирном вопросе, чтобы вы тоже с ним справились. Если вы до сих пор не можете определиться с цветом комнаты, смотрите нашу рубрику «Идеи для жизни». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова